привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о таком музыканте как ким фаули ким фаули культовая фигура американского шоу-бизнеса певец автор песен продюсер менеджер и диджей он сделал интересную карьеру которая изобиловала разными поворотами и продлилась довольно долго но если сольное творчество далеко не всегда пользовалась спросом и это несмотря на шикарные для рок-н-ролла внешние данные фаули то на продюсерском поприще он достигал куда больших успехов что наилучшим образом проявилась в истории сраного из ким родился в лос-анджелесе в июле 1939 года мальчишка рос в непростой семейной обстановке но вот со школы ему повезло и одноклассниками фаули были многие будущие знаменитости типа нэнси синатри или брюса джонстона из бич бойс середине 50-х ким перенес полиэмиэлит однако ему удалось справиться с недугом и по выздоровлению молодой человек стал пробиваться в шоу-бизнес начав сотрудничать с различными исполнителями фаули познал первый вкус успеха когда песня шерри пай в исполнении его школьных друзей выступавших под маркой skip and flip угодила в топ-20 немного погодя один из участников этого дуэта гэри пакстон от имени наспех придуманной группы холливуд аргов записал чарт-топпер али уп к которому также приложил руку ким в начале шестидесятых оба музыканта помогли полу реви энд за рейдер сделать первый хит лайк ван хэ а потом последовал и ряд других успехов в том числе сби бамбл энд за стильность и дземер мальдс к середине шестидесятых фаули основательно погрузился в лос-анджелесскую контур культуру он водил дружбу с фрэнком заппой писал песни для бёрдс как стивенса дзем а также продюсировал джина винсента уоррена зевона и soft machine где-то в этот же период боб дилан посоветовал ему сделать собственные записи и в 1967 ким дебютировал с альбомом love is alive and well эта пластинка с экспериментами из эпохи флауэ пауэ осталась незамеченной да и попытка переключиться на инструменталы с ведущим хаммондом в burn to be wild также не вызвала резонанса но вот гаражно-протопанковский альбом outrageous оказался самым известным творением фаули впрочем уже следующая полнометражка никоим образом не могла претендовать на коммерческий успех причем не столько из-за экспериментализма сколько из-за замены песен разговорами и декламацией на рубеже семидесятых ким очутился в скандинавии где был записан диск the day the years to still причем на данном альбоме можно было найти разнообразные номера от психоделик блюза до кантри-фолка и прозаповского абсурдизма в 1972 фаули опять обратился к протопанку и старательно изображал из себя плохого парня в программе соответствующим названием i'm bad чуть позже он попробовал себя в глэме с international heroes а в 1975 отступил во времена the day the years to still с работой animal god of the streets если до середины семидесятых ким регулярно поставлял на рынок сольники то в том же 1975 для него главным делом стало шерства надрана вайс руководимый им девчачий проект что называется выстрелил но довольно быстро отношения фаули с подопечными оказались испорчены и группа рассталась со своим куратором вновь обратившись к сольным делам музыкант выпустил сборник раритетов living in the streets а также записал свежий альбом sunset boulevard где заигрывал с новой волной схожем ключе была сделана и полнометражка 1979 года причем новая работа грешила авангардизмом в конце семидесятых ким пытался организовать еще один девчачий проект однако the walk it's не смогли повторить успех рановой из и с приходом восьмидесятых продюсер перебрался в австралию где намеревался открыть новых beatles или оба и достиг определенных подвижек с группой in essence также в начале декады фаули выпустил пару собственных пластинок авангардно разговорную son of frankenstein и гораздо более доступную хотя и не без экспериментализма новоболновую frankenstein and the all-star monster band в середине восьмидесятых ким курировал группу шанхай после чего потихоньку исчез из поля зрения широкой публики тем не менее переместившись на клубный уровень фаули продолжал оставаться культовой фигурой и в девяностых от его имени вышло довольно много альбомов к сожалению из-за тяги к разговорному жанру и всяким экспериментам большинство этих работ были непонятыми из наследия того периода можно отметить записанный вживую white negroes in deutschland и перекликающиеся с творчеством боуи и youtube фэнтези вилд в 2003 фаули попробовал себя на поприще кино с документалкой mere of the sunset strip после чего продолжил эксперименты в этой области с приходом десятых ким взялся за написание автобиографии однако при его жизни вышла только первая часть вода в гарбанч последние годы фаули болел а 15 января 2015 он скончался от рака с датой рождения у фаули имеются некоторые разночтения например по другим данным он появился на свет в 1942 причем разные источники в качестве дня указывают 21 и 27 число